Всем привет из Филадельфии. Пермит сдал, прилетел в Филадельфию, уже поступил в школу. Школа стоит в Филадельфии на коробку автомат 200 плюс 350 экзамен. Для тех, кто сомневается идти ему учиться или нет, я вам скажу, что скоро принимается закон новый. То есть сейчас CDL можно сделать в районе 10 дней и 2 недели в школе. Принимается закон, чтобы обучение было минимум 2,5 месяца. И соответственно школы, которые берут сейчас эти деньги за 2-х недельное обучение, когда надо будет людей учить 2,5 месяца, это будет уже стоить не тех денег. Это совсем другие Человека-часы и все остальное. Вот повернул я на школу. Смотри, там номер телефона. Школа называется CDL Start Training. Номер телефона 844-227-2162. Это лучшая школа в Филадельфии. Все преподаватели, все русские, но занимаются здесь все. То есть здесь вижу много там разных представителей других национальностей. Короче, школа котируется хорошо. Не аннулирует тебе CDL, потому что ты его во Флориде получил. Вон впереди будочка. Там под крышей стоит трак, на котором тренируешь при Trip Inspection. То есть надо выучить название всех элементов автомобиля, двигателя. И указать проблемы. Возможные. Большая база здесь также, я знаю, паркуют. Например, та контора, куда я собираюсь идти работать. У них здесь 5 своих мест. Они паркуют здесь свои траки тоже. Помимо школы. Ну тут какая-то база, я вам смотрю еще. Короче, в такой рабочей зоне. Да я сейчас по крову просто проехаться. Вот. Ну, например, сама компания, на которой я собираюсь идти, она в Чикаго. Но также у них по всей Америке водители живут в разных штатах, в разных городах. И они, соответственно, арендуют вот на разных базах места для того, чтобы водитель, например, живя в Филадельфии, если он собирается в отпуск, ну в смысле на выходные, не в отпуск, а на выходные. Он ставит, может, в Филадельфии свою машину, ну либо где-то, если живет в окрестностях, тот же Нью-Йорк там, допустим, может здесь трак кинуть и поехать отдыхать, сколько там надо, 4 дня, неделю там, сколько он там отдыхает. Здесь проплаченные парковки. Вот здесь вот происходят тренинги, видишь, конусы стоят, здесь происходят тренинги по вождению, парковка и все остальное. Вон инструктора ходят, смотрят. Уделяют вообще хорошее внимание, то есть не так, как мне пацаны рассказывали, во Флориде они учились, что инструктор пришел раз на неделю. На полчаса. Серьезный подход здесь. Не стремись идти учиться туда, где легко. Потому что потом на дороге тебе кажется сложно, понимаешь? Не ищи легких путей. Там, где сложнее, как говорил Суворов, тяжело в учении, легко в бою. Учим уроки. Учим? Нет, 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 нет. Нет, нет. Нет, нет. все сейчас сдал первую часть чтобы вы понимали просто есть люди которые подумали что прошлые экзамены которые в далласе это я типа все сдал на сидел нет это я сдал теорию которая при сдаче позволяет тебе поступление в школу это так называемый пермит то есть издаешь теорию при поступлении в школу мне дали у меня все на английском ты должен сдавать инспектору все на английском то есть если даже пермит ты можешь в каких-то штатах как чикаго флорида здесь пенсильвания ты можешь сдавать на русском то при trip inspection air brakes все остальное ты должен все равно сдавать на английском это касаемо тех же того же самого той же самой части как air brakes который я сдавал на английском в далласе она мне уже пригодится потому что я там уже многое как бы знаю и понимаю а люди которые совсем без английского они вынуждены сдавать у меня видишь книжка сейчас машину пропускаю у меня видишь книжечка тут 45 страниц ребята которые совсем без английского им дают здесь книги наполовину русскими буквами английские слова то есть они вообще учат чистую абракадабру я не знаю как они учат но как-то учат им придется в любом случае даже сдав permit на русском языке тебе все равно придется сдавать все на английском здесь инспектору в чем это заключается ты сдаешь ты должен описать все части автомобиля на английском языке и каждая деталь ты должен отметить что ты на что ты должен обратить внимание при trip inspection это имеется ввиду перед тем как поехать на траки то есть ты проснулся утром или там определенное количество миль проеханных при приеме трака от другого водителя и все остальное ты должен проводить при trip inspection и обращать внимание на неполадки и соответственно на их устранение вот у меня тут 45 листов у ребят 24 листа абракадабры русскими буквами то есть я сейчас сегодня сдал первую часть она касается как это русским ну короче общий вид спереди трака то есть ты должен ответить что должен отметить там сигнал там этот воздушный там что он хорошо закреплен огни в каком состоянии стекло лобовое там все вот это вот потом ты переходишь к двигателю с пассажирской стороны вот первая часть касается двигателя пассажирской стороны то есть там воздушный фильтр там охладительный бачок и все остальное ты должен все отметить в каком она состоянии на что ты обращаешь внимание на потерянные болты на недостаток жидкости там или еще на что-то поэтому те кто сдают пермит на русском вы не обольщайтесь вам один хрен вот это вот все надо будет сдавать понимаешь вот завтра у меня вторая часть она будет касаться двигателя с водительской стороны где где находится рулевая система тебе надо будет каждую деталь рулевой системы озвучить соответственно на английском языке и указать на не на те недостатки как на которые ты обращаешь внимание то есть где-то какие-то течет там какие-то прокладки что она там поломана не потеряно и все остальное потом третья часть касаемо сада уже машины касаемо трейлера поэтому как бы термит на русском вы не обольщайтесь вот это все потом в любом случае все сдают на английском ну пугаться не надо как бы ребята сдают без английского я не знаю как они это делают как можно просто читать русскими буквами абракадабру на 24 листа и все это запомнить я не понимаю как-то это они делают ну главное понимание вообще устройство машины в принципе сегодня сдал первую часть сейчас еду домой готовлюсь на вторую часть после завтра завтра хочу сдать вторую часть после завтра хочу сдать третью часть и только после того как ты в школе сдаешь внутреннему инспектору сдаешь первые три части только после этого ты можешь дать их папа этап на первую вторую третью только после этого тебя внутри школы допускают уже к вождению имеется ввиду тебя начинают учить парковки и всему остальному то есть вождению понимаешь только после того как ты сдашь вот это все а потом уже будет экзамен когда приходит из dmv грубо говоря по-русски из гаи приходит человек и которому ты не поэтапно а сразу все должен рассказать соответственно на английском языке первую вторую третью часть air brakes расположение всех лампочек и всех элементов в кабине на что ты обращаешь внимание зеркала там пятое-десятое ты должен все это рассказать всю эту абракадабру должен рассказать инспектору ничего не забыть и после этого есть только инспектор если ты сдаешь допуская тебя к вождению инспектору ты сдаешь парковку назад параллельную и выезд в город вот так вот это все выглядит сдать на сидел ребята это как бы непростая затея на самом деле то есть нормально мозг подгружается особенно блин тем кто не знает английского я вообще не представляю как они это делают единственное что знаешь успокаивать то что хорошо что штатах тебе не надо сдавать такие бредовые правила как у нас знаешь там когда тебе из-за неустроенности дорог и не из-за того что они у нас неравночитаемые да везде даже в одном городе у тебя может быть где-то где-то круг главное где-то не главное где-то надо останавливаться пропускать где-то не надо останавливаться пропускать у нас все это неравнозначное по стране тем более и у нас куча вот этого бреда знаешь там схемы вот эти вот когда стоит там какой-нибудь мотоцикл машина там и трактор и тебе надо на этой схеме сказать кто из них поверачивает первый кто второй кто третий у нас очень много бреда вообще я не знаю там без денег по-моему вообще у нас не знаешь ну такие офигенные у нас дороги и плюс на такое ощущение что их специально все эти правила писали чтобы подвигать людей сдавать за взятки врать не буду я в россии тоже платил бабки за то чтобы получить право в свое время девяносто девятый год мои первые права были официальные но слава богу здесь этого всего бреда нету потому что даже на получение обычных прав когда я первый раз проходил подготавливался к экзаменам на обычные права я подготовился вообще просто там не знаю за один вечер скачал программу по там такие элементарные вопросы там можно ли ехать на красный свет и что обозначает стрелка на право блин знаешь там вообще элементарные настолько здесь это все просто и снова здрасте очень быстро второй день сейчас еду сдавать вторую часть при трип инспекшена внутреннему инспектору экзаменатору она будет у нас левая часть двигателя водительская сторона рулевая система и часть из того что было уже вчера надо только повторить то есть водительское колесо и водительская там ходовая ходовая часть первую часть когда ты уже выучил вторая уже более-менее нормально заходит потому что уже есть какие-то повторения и есть у тебя уже общее понимание общий смысл фух все жора сдал три вторую часть не третью вторую он видишь вторая часть первая вторая еду готовить третью хотел камеру поставить грубо говоря там где-то в двигатель чтобы снять ну ради прикола да ради себя и вообще как бы для разнообразия вам как я сдавал но тут блин много людей очередь кто-то ждет меня сзади она тоже там принимала у меня женщина она мне там давай быстрее там как бы ну то есть не было возможности там еще камеры ставить и все остальное короче ладно поехал готовить третью часть третья часть будет попроще то есть там уже не будет частей двигателя там будет просто двери закрыты открыты окна там все нормально зеркала там аджастет ступеньки там чисто и не поломаны соединения там какие-то ну короче говоря фигня завтра приеду сдам третью часть и получу доступ уже к парковке и ко всему остальному видишь сколько нью-йоркских номеров с нью-йорка сюда приезжают сдавать он еще справа нью-йорк сплошные нью-йорки здесь хорошая школа алло чё ты скоро приедешь да сейчас приеду вторую часть сдал молодец молодец красавчик да я думаю это самое хотел тебя прокатить на этом пока тёпу лень какой-то дебил я так и не понял мимо меня проезжал факт в окно показывает это блин или мне или сзади кто и кто него ехал я думаю кто сзади него ехал иначе мне какой смысл за ней я думал тебя прокатить на бакете нет на стиле на стрелять ты чё прикалываешься шутки не а ну а чё бля стрелу тебя позволить поднять и чтоб сверху снял ну щас сейчас подъеду ты где под домом ну я вот подъезжаю к дому щас ну давай я буду через 15 минут сейчас мы вам с гришей покажем бакет трак который гриша приобрел за недорого и он с собой его брал на проект на нем ездил это короче трак с люлькой то есть удобно добираться до столба не по лестницам лазить а в люльке короче и менять кабеля он его собирается продавать вроде как сейчас покажем эго и и а и и и и и и трак с люлькой и с григорием это чё форт или чё шеви какого года 2004 старенький но рабочий аппарат там что-то было поломано со стрелой гриша починил он пошел аккуратно вот эту когда ты залезешь вот эту защелку она не сделается никогда она никогда так не готов всегда готов я шпионер и дрон не нужен отлично я себя чувствую главное не смахни меня и все она еще выдвигается а на сколько высоту выдвигается 32 фита это где-то сколько 10 метров да хватит нормально ну вот такая конструкция менять кабеля на столбах вот так привет космонавтов все смазано тут хорошо ты смазывал молодец случай молодец сколько такой комбайн стоит самый минимальный прайс на такие сейчас от 10 и выше а ты за сколько взял за 3 а гриша взял за 3 не ну я вложил в него подожди дай цепочку открыть я вложил в него вот такой вот пульт управления я говорю на кабеле работать тоже нормально тут он по бокам огромные ящики можно оборудование в принципе бакса складывать нормально всего блин здесь можно мариновать мариновать еще вот это да и со второй стороны такое не да можно для работы хватит вместо для того чтобы сложить эквипмент да я понял нормально с двух сторон мешчак да ну здесь все по старинке по американской руль две педали ничего нового какой у него объем движка 6 литров 6 литровый стрела чтоб лишняя не болталась ну да когда едешь все таки болтает да болтает просто 50 ведет всякие штуки керулки чтоб лишней вибрации не было просто притягиваешь и все и все кто и все и все и все Бело караулишь? Да? Йозя. Охотник мой. Йозя, на посту. Да? Йозя. Вот так вот общаемся. Самый разговорчивый кот, который у меня был, разговаривает постоянно. Все рассказывает, как у него дела. Вот и прекрасный почти весенний день в Филадельфии. Снежок подтаял. Сухие дороги. День третий. Еду сдавать третью часть на Сидио. Внутренний спектр. Сдаю, приезжаю домой днем. Учу следующую часть. Утром повторяю. Еду сдавать. Вечером учу, утром повторяю. Еду сдавать. Сегодня я должен сдать третью часть. И получить доступ уже к вождению, к парковке. В следующему этапу, короче. Сдам, конечно. Куда я денусь. Третья часть тоже объем там не хреновый. Ну ничего. Прорвемся. В третью часть входит описание кабины, водительская сторона. То есть там состояние двери, стекол, креплений, бензобака, аккумуляторов, ступенек. Задняя часть кабины, передняя часть трейлера, воздушные соединения. Ты видишь, тут нервные какие водители. Это при том, что в Техасе ты сигнал за год можешь услышать один раз. А тут видишь, что тут несется. Воздушные соединения, рама. Колеса опять там задние. Элементы воздушной системы для трейлера. В смысле там сзади, тормоза, воздушные подушки. Вот это все. И опять же повторяешь еще. Тормозную систему, колеса. Крепление. Sorry. Крепление амортизаторов. Вот это все. Короче, нихреновый объемчик. Вот мне нравятся эти водители. Он видишь, он справа стоит первый на светофоре. Вот эта Mazda, которая посигналила мне, да? Вот он куда-то несется. Вот он сигналит. Вот он разгоняется от одного светофора до другого. Палит бензин, блин. Там все на свете. Машина у него там в напряжении. Следующий светофор. Он тормозит. Палит колодки, блин. Там все на свете. Ну, дело молодое. Я понимаю, сам таким был. Я надеюсь, что когда-нибудь с опытом он поймет, что это бессмысленно. Мне всегда нравятся чуваки, которые там вау, вау, вау со светофора. Знаешь, он там с буксом трогается, несется, блин. Все дымит. Все у него там вообще горит, блин, понимаешь? Медленно, плавненько тронулся. Поехал. Красиво, без напряжений, блин. Сигаретка, кофе. На следующий светофор плавненько подъезжаешь. Он стоит. На следующем светофоре. Спалил себе колодки, там все на свете. Стоит. Все, давай, нервничает он. Я плавненько подъезжаю. Загорается зеленый свет. Я не останавливаясь на этом светофоре еду. Он опять. Вау, вау, вау. Фух. И картина каждый раз повторяется. Я опять подъезжаю на следующий зеленый светофор. Чуть-чуть притормаживаю. Зеленый свет загорается. Я еду дальше. Он стоит. Ждет меня на светофоре уже минуту, блин. Ах, такие смешные, блин. Спокойнее надо быть, ребята. Спокойнее. Сигналить вот это вот. Зачем? Все хорошо. Кайфуем. Могу тебе даже рассказать такую свою математику, да. Вот, например, ну, предположим, в России, да. По трассе. Ну, разрешенная скорость, там, 90, да, там, сколько там. Ну, хорошо, там, еду я, там, 100-110, допустим, да. У меня более-менее умеренный расход топлива. Я не еду в жестком напряжении. Я не рискую. У меня есть время среагировать на какие-то вещи. Понятно, что, может быть, это не всегда и получается даже на этой скорости. Но, тем не менее, и человек, который несется 160, мало того, что он тратит больше, больше бензина, он напрягает все агрегаты в своем автомобиле, блин, понимаешь? В основной своей массе они едут на тормозах, блин, потому что, особенно на российских дорогах, постоянно приходится тормозить, перестраиваться, тормозить, перестраиваться. То есть, по сути, он, блин, треть пути едет на тормозах, понимаешь? То есть, изнашивает просто полностью машину, тратит больше денег на бензин, повышаются риски, аварии, там, все на свете. Если ты возьмешь и забьешь в навигатор, сколько тебе надо ехать, да, например, там, 2 часа до какого-то места, да, или, там, 5 часов до какого-то места, и вот ты едешь 110, он тебе показывает, что ехать, там, допустим, 5 часов, да, набери 160 и посмотри, что у тебя изменится. У тебя изменится время прибытия, разница, 15 минут. То есть, все вот это вот, все эти гонки, напряжение, уничтожение автомобиля, трата денег на топливо, там, на масло, на все на это, просто ты, все эти напряжения, все это, только для того, чтобы приехать на 15 минут раньше меня и покурить. Рискуя, там, жизнью, там, всем на свете, понимаешь? Ну, просто надо математику прикинуть, насколько раньше ты приедешь, если ты едешь на не 110, а 160. 15 минут. На коротких расстояниях 5 минут, 10 минут. Ну, на длинных расстояниях, там, хорошо, если ты едешь, там, 500 километров, да, возможно, ты приедешь, там, на час раньше меня. Ну, этот час настолько значит в твоей жизни, если ты, допустим, едешь куда-то отдыхать, там, на какое-то море, блин, да, при этом ты выскакиваешь на какие-то встречки, там, рискуешь, там, пристраиваешься вплотнику, там, к грузовикам, там, едешь на тормозах и все это, все, все, все вышеперечисленное. Ради чего? Ради того, чтобы приехать на час раньше. Вот такая математика пенсионера. Старый советский анекдот расскажу. Думаю, все знают, но кто не знает. Приезжает человек в Махачкалу, ну, грубо говоря, там, с Москвы, да. Берет таксиста, едет, хлоп, короче, загорается красный свет. Таксист пролетает, он ему говорит, ээ, типа, красный свет, эээй, ячигит, слушай. Хлоп, следующий красный свет. Он опять пролетает. Он говорит, эээ, слушай, ячигит. Чигит на красный не останавливается. Хлоп, следующий светофор зеленый, он бах останавливается. Клиент ему говорит этот, что ты встал, зеленый свет. Ээй, подожди, сейчас с той стороны джигит ехать будет. Понимаешь? Старый анекдот. Ну, там до сих пор так. Это нормально. Вот смотрите, ребята, в чем смысл. Видишь, Филадельфия, солнце светит, хорошая погода. Но по прогнозу уже объявили, что будет снег. И заранее проезжает машина, заранее, которая рассыпает, мать его, соль. Понимаешь? Вот, смотри, соль. Заранее. И когда сейчас пойдет снег, то не будет снежных заносов и гололедов. Потому что соль рассыпана заранее. И в принципе, так везде. Я сейчас молчу про штат Техас, потому что там снега никогда не было. Они не готовы. А в зимних штатах это происходит вот так. Заранее. Зима не вдруг пришла. А к ней готовы. Изначально. За пару часов они уже проезжают и рассыпают всю эту канитель. Ну тут, конечно, немаловажно. Надо отметить, что здесь прогноз погоды работает точно. Не просто наугад пальцем в небо. А именно точно. То есть, если в 10 часов утра у тебя солнце и чистое небо, но сказали, что в 12.15 пойдет дождь, то он, сука, идет. Понимаешь? Прогноз погоды работает профессионально и четко. Поэтому они знают, что надо заранее рассыпать мать ее соль. Деньги. Прогноз погоды. 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 Брейк под Слэк аджастер Слэк аджастер Брейк под Брейк под Брейк под Брейк под Брейк под Брейк под Зрэкад Сталь Завис Завис Лак-пин и лак-нг-пин, да ты не назвал мне название вот этого цвета. Так, у вас с вами какая-то болта, что там были? Лак-пин, да? Лак-пин, правильно, но это часть лак-нг-пина, то есть лак-нг-пин это вот это, но вот это идет вместе с лак-нг-пином всегда, как оно называется? Лак-нг-пин, нет, у тебя они уже были, они у тебя были вот там, на рулевой системе. На ке начинается? Ко? Блядь, что говорите? Котор? А, катер пин. Правильно. Катер пин. У меня по какой-то непонятной причине брейк-холсис не отличный. Брейк-холсис? Окей, я только что ж видел, брейк-холсис у меня не отличный. Да, я сказал. Ну ладно, одни брейк-холсис для них так страшно. Все, прошел третью часть. Завтра будем вот так вот делать. Учиться ездить задом. А потом еще тест air brakes и в кабине надо рассказать, где какие кнопки и все такое. Самое важное это air brakes тест. Короче, движемся каждый день. Новый шаг. Ну это все херня, ребята. Потом все эти три части и еще куча информации. Опять же все на английском впереди. Помимо там вождения. Ничего. Разорвем нафиг. Еще чуть осталось. Там вон пацаны казахи вообще русскими буквами английские слова учат, блин. И сдают. Вообще труд невероятный проводят просто. Не знаю вообще английского. Я не знаю, как они это делают. Братья казахи, успехов вам. От души. Вы молодцы. Мы ле Tech Jam, тьихо малиний орех. Это все bloque. Мы не з ayuda, и мы хороший говорить.